Прежде всего, насчет того, что такое специальный выпуск. Специальный выпуск чего? Специальный выпуск спектакля. Он отличается от обычного спектакля, который мы уже два года играем до Казуева, тем, что в обычном спектакле у нас за песни отвечает группа «Несчастный случай», а в данном, простите за футбологию, «Счастливом случай», а у нас за песни будет отвечать, кроме «Несчастного случая», еще и группа «Чаев», Борис Гременчаков с группой «Аквариум» и Андрей Макаревич. Так, у нас всегда есть на эфире те, кто не отвечает ни за что. Живой уголок. Это живой реквизит. Если они так будут не учить, то мы, вот как их зовут, или их никак не зовут? Геракль, это Афина. Геракль и Афина. Это Афина, значит, у нас такая девушка возбужденная. Если она будет плакать, мы ее отдадим куда-нибудь. Не вам, вам я не предлагаю уже, потому что, понятное дело, что вам есть чем заняться, в частности, специальным выпуском. Хочу уточнить насчет мужчин среднего возраста. Собственно, когда он начинается, и когда он заканчивается. А ты вообще, Слава, переживал кризис среднего возраста? Кризис среднего возраста. Да, вот ты вот лично. Мне сложно сказать. Пока я не знаю. Ничего себе, я прям просто перебью, потому что я думал, что квартеты это все, собственно, про кризис среднего возраста. Я могу сказать, что у меня был кризис среднего возраста, а может быть, он еще так и продолжается, да, а может быть, уже закончится, а может быть, скоро закончится, может быть, как-то он трансформируется. Но, тем не менее, вот я лично переживал. У меня был вот разговор с Алексеем Кортниевым, когда я говорю, Леш, вот все нормально вроде, все хорошо, но что-то внутри как-то вот есть какое-то беспокойство. Он говорит, Камиль, ничего страшного, это просто химический процесс, который после сорока, ну, как правило, у кого-то раньше, у кого-то позже, но, тем не менее, его нужно просто пережить. Ну, то есть, как я понимаю из слов Камиля, это что-то необоснованное. То есть, вот, вроде все хорошо, поверхность, но внутри что-то не так. Вот у меня, то есть, я переживаю и там заморачиваюсь, но по каким-то конкретным поводам. Безосновательное, вроде бы, не переживаю, как мне кажется. Поэтому, я не знаю, ну, то есть, вроде, это свидетельство того, что кризиса нет. Да ты просто не любил, Слав, никогда. Ты просто не любил. Вот оно в чем дело. На самом деле, то есть, кризиса вроде нет, но средний возраст точно есть. У нас было ощущение, что... Мы выпустили спектакль «Разговоры мужчин». В 2008 году я, как самый младший член коллектива, мне было тогда 36 лет. И, вроде, я помню, моя мама сказала, какой же у тебя средний возраст? Ты же еще молодой, говорит мама. А, ну, наверное, уже вон наступил этот средний возраст. И, думаю, продлится еще лет до 55, наверное. Так, ну, все-таки 55 это дедлайн, да, для среднего? Ну, 60, вот я буду так вот сказать. Ну, все равно, как минимум... Вы попадаете. Гребенщиков, да, я еще где-то... Нет, уже нет, но Гребенщиков с Макаревичем, они уже в прошлом году... Ну, 60, там 60... А, там 65... Я до 60 искал включительно, а у них сейчас 60. Так что все нормально. Кстати, вот... Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додалев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Сетчетыре.